2022 точно запомнится автолюбителям, как год, на который пришлось больше всего реформ, связанных с процедурой техосмотра. В марте ежегодный техосмотр для легковушек отменили для всех автовладельцев. А сейчас законодатели пошли еще дальше. С 1 сентября по закону эксперты не обязаны обращать внимание на целый список недостатков. Эксперт Николай Стурза снизу показывает нам, куда больше не будет смотреть во время техосмотра. Мы осматривали, например, трубопроводы, тормозные шланги, они должны быть полностью исправны, без трещин, без каких-либо повреждений. Также всю тормозную систему, например, суппорта, они должны быть без коррозии, в исправном состоянии. Сейчас по новым правилам в этом уже отпала необходимость. Раздаточная коробка, коробка передач, двигатели. После новых правилов мы это уже не смотрим, все должно быть как есть. То есть, если даже есть какие-то капли падения от них, уже не обращаем внимания. Раньше на все это мы обращали внимание, и, соответственно, человек при прохождении техосмотра не получал диагностическую карту. По подсчетам экспертов, список требований сократился почти на треть. Даже если перед техосмотром потек аккумулятор или выдавило масло из кондиционера, законодатели велят не обращать на это внимания. Кроме того, на техосмотре больше не будут спрашивать про знак аварийной остановки, аптечку или огнетушитель. Предполагается, что водители будут помнить об этом сами. Ну или испугаются штрафа от автоинспекции, например. Ведь по ПДД все это должно быть в автомобиле. Лично я, как эксперт-техник, я считаю это абсолютно безразумное решение и необдуманное. Потому что, проще говоря, человек управляет машиной с неисправными тормозами, но при этом получает диагностическую карту. То, что он проходит, то, что он просмотров. В этом случае машина считается абсолютно технически неисправной. Это влияет на безопасность движения, на безопасность пешеходов и других участников дорожного движения. Эксперты говорят, что раньше водители готовились к посещению станции техосмотра. Приводили в порядок тормозную систему, устраняли течи масла и антифризы, меняли лампочки в фарах и фонарях. А теперь все это остается на совести самих автовладельцев. И еще одна важная деталь. Эксперты больше не будут проверять уровень шума от выхлопной системы. Но зато проверят утечку выхлопных газов мимо основной системы, чтобы не навредили природе. Юлия Пунова, Павел Толобаев. Наши новости.